Дорогие друзья, как вам уже известно, в Одессе прошел мессианский еврейский ретрит. И темой была пастырь и его команда. Знаете, для вас это очень важно, и для нас это было очень важно, но многие писали нам, что не смогли приехать. И по этой причине мы даем возможность этому видео быть в доступе каждому пастырю, каждой команде, чтобы мы строили Царство Небесное. Дорогие друзья, как вы себя чувствуете? Как дела? У меня есть друг, который говорит, что когда он приходит домой с работы, он приходит через заднюю дверь, и его задняя дверь, она открывается, и он заходит прямо на кухню. И он всегда говорит, hello, honey, I'm home. Потому что он проверяет атмосферу в доме. Вы когда-нибудь проверяли атмосферу? Чтобы понять, как там все происходит. Чтобы понимать четко, как правильно зайти. Поэтому я всегда, мне нравится всегда прочувствовать атмосферу в зале. Чтобы я понимал, как зайти в эту атмосферу. Поэтому я просто говорю, hello. Как у вас дела? Как у вас дела? Yep. So, I just thought James did a great job. You saw or you heard? I thought James did a great job. Я думаю, что Джеймс хорошо поработал, хорошо потрудился. Потому что команда это выражение того, что ценно для нас. И неважно, кто это, является ли это пастор, который руководит персоналом, или он, вернее, пастор, который является частью работников, или это просто волонтер. As our values work their way out to our expression, и по мере того, как наши ценности, они выражаются в нашем поведении, You put our values together, and they suggest teamwork. И мы просто берем наши ценности, и их кооперируем, и это формирует нашу команду, и выражает нашу команду. So, before I receive some questions, И прежде чем я получу какие-то вопросы от вас, I just want to show you this simple diagram. Я хочу показать вам простую диаграмму. И я попрошу Диму, чтобы он написал эти слова на русском. Потому что вот этот центр мишени определяет наши ценности. Поэтому просто напишите здесь ценности. Now, you can see the red line that works its way out. You mean this one? Yes. Вы видите вот эту красную линию, которая пытается прорваться наружу. That is how our values work outward. Это то, как наши ценности, они работают, выходя наружу. In everything we do. Во всем, что бы мы ни делали. If we actually live out our values. Если мы на самом деле живем в соответствии с нашими ценностями. This entire circular drawing. И вот эта картинка, да, или чертеж, да, вот такой вот круглый. Is a picture of your church culture. Он представляет культуру вашей церкви. When we get outside of our values. Когда мы выходим за периметр своих ценностей. It's this blue circle. Видите вот этот синий круг. And everything inside it. И все, что внутри. Represents our traditions. Говорит о наших или представляет наши традиции. Or our rituals. Или наши ритуалы или обряды, скажем так. Every culture has traditions. Потому что каждая культура имеет определенные традиции. Sometimes people say, well, I don't want to be traditional. Иногда люди говорят, ой, я не хочу быть таким традиционным или религиозным. There is no way around tradition. Но, вы знаете, мы не сможем обойти традиции. Traditions are not bad. Традиции, они не являются плохими. What traditions are, is an expression of something. Традиции это выражение чего-то. That we value so much. Чего-то того, что мы ценим очень сильно. That we do it often. И то, что мы делаем достаточно регулярно. For instance. Например. I have a tradition. У меня есть традиция. Of brushing my teeth daily. Чистить зубы каждый день. Wow. Aren't you happy? Вы счастливы от этого? Я точно. I also have another tradition. У меня также есть еще одна традиция. I love coffee. Мне нравится кофе. But when I drink too much. Но когда я пью слишком много кофе. My breath stinks. Запах изо рта не очень приятный. So I have a tradition. Поэтому у меня есть традиция. Of taking a breath mint. Я беру в рот какую-то ментоловую конфету. So traditions can be something that are very healthy. Поэтому традиции могут быть чем-то достаточно здоровым. And actually make us smell good. И в конце концов даже пахнут хорошо. Now when we get outside our traditions. Поэтому когда мы выходим за периметр. So just write tradition here. Здесь напишите традиции. The next effectual level in culture. Is our heroes. Say one more time. Our heroes. Right here. This red circle. And everything inside it. This red circle. Yeah. It represents our heroes. Следующий круг. Если вы посмотрите. Вот этот красный круг. Он определяет наших героев. So. In the church. Итак. В церкви. Think of your heroes. Просто подумайте о том. Кто для вас является героем. Или примером. You can think of many heroes. Can't you? Вы можете о любом подумать. The ones we teach about in Sunday school. Может быть это герои. О которых мы учим в воскресной школе. But also in your local church. Но может быть это герои вашей поместной церкви. You have some heroes. Я думаю, что в каждой церкви есть свои герои. Heroes are people we celebrate. Вы знаете, герои это те люди, которых мы прославляем. Our greatest hero in the church is Jesus himself. Наверное, самый лучший герой, которого мы прославляем в церкви. Это Иисус Христос. And that's why we come together every Sunday. Вот почему мы собираемся каждое воскресенье вместе. To celebrate. The King of Kings and the Lord of Lords. Царя всех царей и Господа. Всех господствующих. And then the outer circle. И следующий. So our heroes go here. Да, наши герои. And then the outer circle. Pardon. Represents our symbols. И следующий круг. Вот этот синий. Означает некие символы. Every culture has values. Каждая культура имеет определенные ценности. Every culture has traditions. Каждая культура имеет традиции. Every culture has heroes. Каждая культура имеет своих героев. And every culture has symbols. И каждая культура имеет определенную символику. So if you just write symbols here. The value of a symbol is very clear. When you see a symbol. One picture. Когда вы говорите о символах. Represents an entire idea. Представьте себе. Какая-то картинка, которая что-то символизирует. Но она говорит обо всем в целостности. И когда вы видите эту картинку. Я не знаю, что это за картинки на задней стене. Но кто-то поместил эту символику на заднюю стенку. Наверное, для какой-то причины. Потому что эти символы имеют какое-то значение. Для тех людей, которые туда поместили эту символику. И кто-то смотрит на эту картинку и говорит, о, я знаю, что значит эта картинка. Вот один из символов, который понимает любая культура в этом мире, скорее всего. The stop sign. Это знак стоп. Да? It has a meaning. У этого знака есть определенное значение. И не важно, на каком языке написано слово в центре этого знака. Мы все с вами понимаем этот красный символ. И что он означает. И что мы должны делать в соответствии, когда мы видим этот знак. По этому знаки или символы имеют достаточно сильное выражение. Of culture. Now, as we value what we value. Итак, когда мы ценим то, что мы ценим. Our values. Наши ценности. Will affect our traditions. Обязательно произведут влияние или эффект на наши традиции. Our values. Наши традиции. Will determine our heroes. Будут определять, кто будет являться нашим героем. Our values. Наши ценности. Will determine our symbols. Будут определять наши символы. And so you can see now the effect of values as we move forward. Поэтому вы видите вот это влияние ценности, как мы продвигаемся вперед, шаг за шагом. Into developing culture. И когда мы целенаправленно культивируем культуру в нашем обществе. So, take a few questions. Итак, если у вас есть, пожалуйста, я приму несколько вопросов. From the first session. С первой сессии, которая у нас была. If you have some, feel free to ask. Если у вас есть, пожалуйста, задавайте. Насколько я понял, у вас есть много видов домашних дел. As I understood, you have many different kinds of home groups. Скажите, пожалуйста, по какому принципу вы их создаете? How you create the home groups. So, what I'm going to do is let James. How you pick the leaders for the groups? What's their request? It's a great question. I'm going to let James answer that question in the next session. И я попрошу, чтобы James ответил на этот вопрос на следующей сессии. Because he's the team member, he knows more about that than I do. Потому что он член команды, которая занимается группами, он лучше знает ответ на этот вопрос, чем я. But I'm going to use this as an opportunity. Но я использую это как возможность. To answer another question. Чтобы ответить на другой вопрос. And that is how we empower and trust one another. Это вопрос, как мы наделяем властью и доверяем друг другу. Because if I felt the need to be the man of power for the hour. И если я чувствую вот эту потребность, чтобы быть человеком силы для сегодняшнего времени или часа. I could try to answer that question. Я попробую ответить на этот вопрос, конечно же, который вы задали. But I know James knows more about that than I do. Но я понимаю и знаю, что Джеймс лучше ответит на этот вопрос. So I don't have to answer that question. I can defer to James. Поэтому если мы говорим о работе команды, я могу ответить. Но лучше, если я передам этот ответ Джеймсу. This is so important. Потому что это очень важно. Earlier we were talking about compassion. Сегодня, вот ранее, мы говорили о сострадании с вами. And compassion is so important to teamwork. Потому что сострадание очень важно в командной работе. And if I'm going to behave compassionate towards James. И если я буду вести себя сострадательно по отношению к Джеймсу. I'm going to let him rise up. Я позволю ему возрастать и подыматься. It's like a relay team in track. Это знаете, как вот бег в команде, да, когда мы передаем друг другу эстафетный забег. When we're talking about small groups, he's got a better answer. Когда мы говорим с вами о домашних группах, у него лучший ответ, чем у меня. Я передаю ему эстафетную палочку. I'm going to hand him the baton and let him run. И я передам ему эстафетную палочку, и пусть он бежит. Because he can run faster. Потому что он пробежит быстрее. He can run harder. Он будет бежать более напористый. And he can run stronger than I can. И сделает это лучше, чем сделаю это я. But that's because I really believe in compassion. Но вы знаете, почему я это делаю? Потому что я на самом деле верю в сострадание. But in order for us to say we believe in it, we have to learn how to live it. Но когда мы с вами говорим, что мы верим во что-то, нам нужно не только верить, но и научиться так действовать. Earlier James said something that was so amazing. He said culture doesn't get built overnight. Did you hear him say that? It doesn't happen like that. Culture happens when we practice our values. Культура созидается, когда мы практикуем свои ценности. And that's what this red line represents. И это именно то, о чем говорит вот эта красная линия. As I move out Когда я двигаюсь вперед Every day Когда я двигаюсь вперед каждый день I intentionally practice what I believe. Я целенаправленно практикую то, во что я верю. Another question. Следующий вопрос. Right back here. Пожалуйста. How much time do you need to, not only practice, but to form this in the church? A culture in the church? Tremendous question. Хороший вопрос. I like to say that we move at the speed of love. Я хотел бы сказать вам, что мы двигаемся со скоростью любви. Because it's not a set amount of time. Потому что здесь нет какого-то конкретного срока или времени. Remember earlier I said we value relationship over issues. Если вы помните, то ранее на первой сессии я сказал, что мы ценим взаимоотношения гораздо больше, чем вопросы, с которыми мы сталкиваемся. So I'll just use my friendship with Dima as an example. Я приведу пример на вот моих отношений с Димой. I met Dima three and a half or four years ago. Мы познакомились где-то три с половиной-четыре года назад. I'd seen him before. Я видел его раньше. But actually met him. Но познакомился с ним. Started to spend time with him. Начал проводить время с ним. He in my home. Он был в моем доме. Then I went to his home. Потом я поехал к нему домой. Helen and Dima and their children came over to our house. И Дима и Лена и их дети приезжали к нам в гости домой. Then later my wife Лоренда and I went to their house. И потом я с моей женой Лорендой приехал к ним домой. We sit around table. Мы сидели за столом вместе. We laughed together. Мы вместе смеялись. Мы изучали историю друг друга. И именно так мы выстраивали отношения. So when you say, how much time do you need? Let me just answer the question by saying this. Позвольте мне ответить на этот вопрос, сказав следующее. When you think about these values. Когда вы говорите или думаете об этих ценностях. These values get connected to something very important in your church. Эти ценности, они имеют определенный контакт with... Say one more time. Values get connected to something very important in your church. Ценности имеют контакт с чем-то очень важным в вашей церкви. That is your purpose. Это ваша цель. Why do you exist as a local church? Почему вы существуете как поместная церковь? Now some people will say, well, everybody knows that. И некоторые люди скажут, ну, каждый это знает. Что за вопрос? That's an assumption. Но это всего лишь предположение. That you can't take the risk at making. И, возможно, вы рискуете, делая такое предположение. You cannot assume that everyone that comes into the door of your church... Не надо думать о том, что каждый, кто входит в дверь вашу церковь... Knows why you exist. Знает, по какой причине вы существуете. Especially in this day. Особенно в сегодняшнем дне. Especially in this age. Особенно в это время. Everybody does not know why you exist. Не все знают, по какой причине вы существуете. And you have to tell, especially yourself and your leaders... Over and over and over and over and over again... И вам нужно повторять, не только себе, но и вашим лидерам... Опять и опять и опять и опять и опять... Почему вы существуете. In as many ways possible... И причем различными методами вы должны... Creatively as possible. Иногда очень креативно, если это возможно. Почему мы существуем. Это ваша цель. Почему мы делаем то, что мы делаем. Почему мы ценим то, что мы ценим. Окей, I'm just going to read you a very simple statement. Я прочитаю вам очень простое... A very simple statement. Простое изречение. This is Gateway Church's purpose statement. Это... Это... Why does Gateway Church exist? Почему церковь Gateway существует? Церковь Гейтвэй существует, чтобы помочь людям выстраивать интимные близкие отношения с Богом. Вот почему мы существуем. Поэтому, когда люди приходят и заходят в дверь в Церковь Гейтвэй, мы хотим, чтобы каждый человек, те, кто стоит у дверей и приветствуют людей, чтобы они знали, почему мы существуем. Почему я протягиваю мою руку, чтобы пожать твою с улыбкой на лице? Почему мы рады, что ты здесь? Потому что я хочу, чтобы ты был как можно ближе к Иисусу сегодня. Почему я открываю эту дверь? Почему я позволяю тебе пройти первым в эту дверь? Мы хотим, чтобы каждый человек, даже в нашем кафе, который подает тебе кофе, They're putting that coffee out there Because I want you to know God better Why am I singing on the worship team? Because I want every person who sees me And here's my voice To leave the meeting today Knowing Jesus better Hearing the Holy Spirit more clearly Why do they слышали голос Духа Святого лучше и четче? Why do I turn the dial on the microphone to make the sound sound better? Почему я, сидя за пультом, делаю звук как можно лучше? Every member Каждый человек Of every team Каждой команды Has the same purpose Имеет одну и ту же цель Мы хотим, чтобы люди знали Иисуса Христа лучше That's why we do everything we do Поэтому все, чтобы мы не делали, мы делаем именно с этой целью And so you have to take a look at your values Поэтому вам нужно посмотреть свои ценности To say, do our values and our purpose line up? Находятся ли наши ценности и наша цель, из-за которой мы движемся на одной линии? Потому что всякий раз, когда кто-то приходит и задает тебе вопрос И вы слышите этот вопрос А value Вы слышите That doesn't line up with your purpose И если ваши ценности не соответствуют вашей цели Вам нужно обратить на это внимание Because even with our volunteers Даже с волонтерами We expect our volunteers Мы ожидаем, что наши волонтеры To gain our values Они будут носителями тех же ценностей But we don't do it Но мы не делаем By telling them Это говоря им You see this value? Видите эти ценности? You are going to be compassionate И мы не говорим Видите эти ценности? Поэтому вы должны быть сострадательными Whether you like it or not Не важно Нравится вам это или не нравится Do you hear me? Вы слышите меня? We have to move at the speed of love Поэтому мы должны двигаться со скоростью Приравненной к любви And we have to repeat over And over And over again And when it's When it's really important And necessary И когда это на самом деле Важно и необходимо We use words Тогда мы используем и слова так же I hope you understood What that meant Да, я думаю, что вы поняли Да, о чем речь Because Потому что It's got to be more than what we say Должно быть что-то большее Чем слова It's got to be our example Должен быть наш личный пример Another question Следующий вопрос Есть Right over here Yeah No, she's just screaming Amen Praise the Lord I see that hand Есть еще вопросы, матросы Yes, right here Я думаю, что вы сейчас сказали Время вхождения нового человека Это ваша любовь Которую вы терпеливо оказываете Да И что же это получается В одной команде И те, которые уже сострадательны Научены И в той же команде Те, которые новички Им приходится только это научиться Как вы находите учиться Как вы находите учиться Целью, достижение цели Мы сталкиваемся с людьми Которые находятся В разной близости с Господом Девчонки Девчонки Разный уровень зрелости Девчонки Девчонки Разный опыт Девчонки 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 Разные мнения У всех был одинаковый опыт Было бы, наверное, гораздо проще Поэтому, когда вы формируете команду Есть одно, что помогает тебе В формировании этой команды Или развитии этой команды Это не только то, что мы должны Четко выражать цель Но также мы должны иметь Четко выраженное видение Чтобы каждый Вот неважно на какой линии Вот этого спектра он находится Он мог взять это видение Позвольте мне привести вам пример This is what we hope to create Вот, что мы надеемся создать Для каждой команды And every member of every team Для каждого члена команды Любой команды Чтобы видеть людей спасенных Это видение их Healed Исцеленных Set free Освобожденных Discipled Чтобы они были учениками Equipped Чтобы они были оснащенными And serving И служащими This gives us an outline И это дает нам определенные Пункты For where a new team member Should be plugged in Это дает нам определенные Пункты Куда мы можем завести Каждого нового члена команды And some boundaries И это дает определенные Рамки Также That create health Которые создают Определенную Здоровую атмосферу To give any potential team member A clear path Чтобы каждый потенциальный Командный игрок Имел четкий путь To move forward Чтобы двигаться вперед Продвигаться вперед You know When we say Everybody's welcome at church Когда мы говорим Что любой человек Мы принимаем Любого человека в церкви They are The front door The front door Should have a Big embrace You know Дверь в церковь Открыта И мы воспринимаем всех I mean Jesus embraced A woman caught in adultery Вы знаете Иисус Он воспринимал Женщину Которую Уличили В прелюбодеянии Помните Взяли На горячем Но он также сказал Иди Своим путем И больше не греши Поэтому тот кто приходит В дверь Они еще не знают Господа Но они хотят Быть в команде Прославления Это не произойдет Завтра Мы конечно же можем сказать Однажды ты будешь Служить в команде Прославления Но вначале Я хотел бы с тобой Поговорить о твоей Вечности Куда ты направляешься Но то как ты это Говоришь Очень важно Потому что Вы не хотите Сказать Я хочу Someday you'll be able To serve on the worship team You probably don't want to say Someday you'll be able To serve on the worship team But for right now You're going to hell Конечно нам не хотелось бы сказать Да ты мог бы служить В команде прославления Но сейчас ты идешь в ад Понимаете да Не совсем правильно Конечно вы можете это сказать По другому There's another way to say Hey Guess what I'd really like to have you Come over to the house Вы конечно можете сказать Конечно мне хотелось бы Чтобы ты пришел ко мне домой Tomorrow afternoon For some tea Завтра Наверное после обеда Чтобы мы попили чай Потому что у меня есть Что-то важное Особенное Чем я хотел бы с тобой Поделиться Потому что у нас есть Определенные ценности Поэтому в индивидуальной команде Поэтому в индивидуальной команде How can I include them Но мы всегда должны думать о том Как мы можем этого человека Включить в тот процесс В котором мы находимся Потому что мы ценим взаимоотношения И для нас это более важно Чем вот те проблемы Или несовершенства человека That means they have to wait A little bit Before they can serve In that area of the team И это означает Что ему нужно Ну подождать Какое-то время Прежде чем он начнет Служить в команде В той или иной роли Does that make sense Понимаете, да So The goal is Everybody has a place to serve Поэтому цель у нас такая Что у каждого есть место для служения And how can we find everyone A place to serve И вопрос Как мы можем найти Вот это место Чтобы каждый человек Мог служить Take one more question Еще один вопрос Anybody Кто-нибудь One more question Еще один вопрос Okay Okay Well thank you very much I must have done a good job Спасибо большое Наверное я хорошо справился На предыдущей сети Что нет вопросов So I'm just going to keep Right on going With where I've gone so far Итак я буду продолжать То что я уже начал И Because we have these values Из-за того что у нас есть Эти ценности That we want To connect to our purpose И хотелось бы Чтобы эти ценности Они были В неком Коннекте С целью Которая у нас есть И с видением Которая у нас есть Now our vision Is kind of like The symbol И вы знаете Видение Которое у нас есть Это как некий символ We say These are the things That we Want Expressed И мы говорим Что это именно То что мы хотим Выражать In everything we do Во всем Что бы мы ни делали There's a very Important thing That every Culture Every church Has to do Есть очень важные Вещи Которые любая Культура Или любая церковь Должна делать And that is To express How people do What we hope To create И это Способность Выражать Say one more time We have to express To people How they do What we hope To create Мы должны Выражать Людям То что мы Делаем И то что мы Пытаемся Воссоздать So this is what We ask people To actually do Вот что мы Просим У людей Чтобы они делали I mean People want to know What am I Supposed to do At your church Люди задают На вопрос Что мы Должны делать В вашей церкви Okay I get you Want everyone To be saved I get that you Want everyone To be set free I get that you Want everyone To be disciples You want them To be equipped You want them Enabled To serve But What do you Want me to do Но что вы Хотите Чтобы я Делал Конкретно In other words How do I Do that Другими словами Как я Могу Это сделать So here's A statement That we Have at Gateway И вот Есть Некое Заявление Которое У нас Есть В Gateway Now Let me Make something Very clear Before I Go any Further Позвольте Мне Сделать Что-то Таким Ясным И Понятным Прежде Чем Я Пойду Дальше We Do not Believe That Our Methods And Not Our Statements Should Be Your Methods Or Your Statements We Believe That These Are Principles That Are Clear In The Word Of God That You Need To Come Up With God's Expression Through You For Your City For Your Church For Your Culture Because The Last Thing The Kingdom Of God Needs Is A Bunch Of Cookie Cutters You Know Let Me Tell You What The Difference Is Your Mama's Homemade Borsh 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 Didn't Just Say Anybody's Homemade Borsh Borsh Said Your Mama's Homemade Borsh 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 Знаете, о чем я говорю? Он какой-то по борщу, по-моему, загоняет. You begin to shake. I say, you're going crazy about the борщ. Я люблю борщ. Вау! Поэтому надо молиться за его освобождение. And so, that is an example of what I'm talking about. Это просто пример, о чем я говорю. То есть, борщ вашей мамы сводит вас с ума. Это самый лучший борщ в мире. Вот что он хотел сказать. Другими словами, это точно так же, как есть определенные ингредиенты, которые делают этот борщ уникальным. Вот точно так же есть ингредиенты, которые делают нас уникальным в Царстве Божьем. Please, please, don't take offense at this. Не обижайтесь на это. If you just want some average борщ, go to the train station. Знаете, если вы хотите простой такой лузерский борщ, идите на вокзал. В столовку. И если бы все варили борщ так, как его делают на вокзале, то мир был бы очень грустным местом. Но если бы все готовили борщ так, как готовит твоя мама, непереводимое выражение. This is so important. Это очень важно. Ну, больше. No two people were created exactly the same. И вывод. Ни один человек не похож на другого. Мы все созданы абсолютно уникально. И нет абсолютно похожих церквей или мессианских общин. Мы все по-своему уникальны. Потому что у нас потрясающий Бог Отец, который очень креативный. И он поместил вас сюда с определенной целью. И он соединил вас с другими, у которых есть цель. И все ваши цели, они собраны и соединены вместе. Create the purpose of the local church. И эти цели, которые соединены вместе, они создают цель поместной церкви. And the local church under the head of Messiah is the exact expression of the local community in which you live. Needs to see. И это то, что нуждаются видеть эти люди, которые живут вокруг вас. Needs to hear. Needs to touch. I am a leader. And I have everything I need. To do everything God has given me to do. I am part of a local church. And as a local church, we have everything we need to be the expression that the people around us need to hear. And everybody said, it's the truth. And I'm preaching better than you think I am. И вы знаете, я проповедую гораздо лучше, чем вы думаете сейчас. И говорите, аминь. Итак, заявление наше. Мы здесь, чтобы помочь каждому человеку верить в Иисуса Христа. Белать в семье. Принадлежать в семье. Стать учеником. И строить или созидать царство. Мы называем это четыре Б's. The four B's. Why are you here? To believe in Jesus. Oh, I believe in Jesus. Then why are you here? To help that person to believe in Jesus. Oh, he believes in Jesus. Why are we here? To help that person believe in Jesus. You see? Okay. Why am I here? Почему я здесь? To belong to family. Hi, Дима. Привет, Джан. My name is John. Привет, Дима. Меня зовут Джан. And I just was interested to know, do you have a small group? И я просто хочу поинтересоваться, ты являешься частью какой-то группы домашней? Oh, you don't? А, ты не являешься частью домашней группы? Я руковожу малой группой в моем доме. Would you like to come next week? Не хотел бы ты прийти на следующей неделе? I'll come by. I know you don't know where I live. Я знаю, что ты не знаешь, где я живу. I'll come by and pick you up. Но я приеду и заберу тебя. And we'll go together. И мы вместе пойдем на домашнюю группу. Потому что мы хотим, чтобы каждый принадлежал. И не важно, в какой сфере или в какой команде служит этот человек. Это то, как мы это делаем. Maybe you don't have that song here. No, we don't. Okay. The process of discipleship works its way out both organically. Он работает органично. As well as organizationally. И как, ну, естественно, природно, да. И как организация так же. Have you ever noticed that in your church? There's... Hold on, let me... Процесс ученичества работает естественно или органично, да. И так же работает, как процесс в организации. И то, и другое должно быть. So, organic discipleship. Поэтому органическое ученичество или естественное ученичество. It's relational. Это просто отношение. We're friends. We're friends. We know Jesus. We know Jesus. We pray together. Мы вместе молимся. Because we're friends and friends that know Jesus. Потому что мы друзья, и мы знаем Иисуса. Don't let friends go without praying. И поэтому те друзья, которые знают Иисуса, они не отпускают своих друзей без молитвы Иисусу. But there's also organized meetings. Но так же есть и организованные служения. Teachings. Там есть обучение. That every local church leadership says, we need to offer this. И каждая поместная церковь, лидерство каждой поместной церкви говорит, нам нужно это предложить. Because we know our flock. Потому что мы знаем нашу паству. And we know what they need. И мы знаем, в чем они нуждаются. Because we're shepherding our flock. Потому что мы пасем эту паству. We're paying attention to what they're saying. Мы очень внимательны к тому, что говорит наше паство. Поэтому мы организуем нечто, что поможет большему количеству людей быть ближе к Богу. Because our purpose for existing is helping everybody get closer to God. Does that make sense? Понятно? Я объясняю. Does it make sense how these things work their way out? Вы понимаете, как эти вещи работают? Our values. Наши ценности. Connected to our purpose. Наши ценности соединены с целью. Our vision tells this is what we're going to do, what we have to create. И видение говорит о том, что мы будем делать и как мы будем это все создавать. И наша миссия tells our people, this is what we want you to do. И говорит нашим людям, вот что мы хотим, чтобы вы делали. И, конечно же, созидать царство. Это не царство-гейтвэя. Вы знаете, мы играем очень маленькую-маленькую роль в строительстве царства. Но если мы будем делать свою часть. И вы будете делать свою часть. И люди в Африке будут делать свою часть. И люди в Китае будут делать свою часть. И если каждый из нас будет делать свою часть. Мы будем созидать Его царство. Неужели это непрекрасно? Знать, что мы все соединены им. Позвольте мне сделать паузу и дать вам возможность задать какие-то вопросы, если у вас есть вопросы. Сколько времени у нас? Что мы должны делать? Что мы должны делать? Если люди знают все, они знают, как они делают, но они не хотят делать ничего. Да, это хороший вопрос. Потому что мы все иногда находим себя как лидеров. Мы работаем вместе. Где проверяются наши ценности. Потому что именно об этом вы говорите. У вас всегда есть люди. Которые находятся в вашем обществе. И в вашей команде. И вы понимаете, что вы им все донесли достаточно четко. Но они ничего не хотят делать. И опять вы возвращаетесь к своим ценностям. Потому что одно это донести ваши ценности. Но совершенно другое. Чтобы люди услышали их. Поняли их. Приняли их. И потом жили в соответствии с этими ценностями. The best assumption for us as leaders to make. Go on. Is to assume we need to be better examples and communicate more clearly. И самое лучшее, что мы можем вот в этот момент для себя уяснить. Что, наверное, нам нужно быть еще более лучшим примером. И еще более четче доносить людям наши ценности. Don't beat the sheep. Пожалуйста, не надо лупить овец. Do not beat your sheep. Не лупите своих овец. Умнее они от этого не станут. We have to assume, unless we know the problem. Конечно, мы должны для себя понимать. Может быть, мы не знаем до конца проблему. Но послушайте. Every person that doesn't do everything you want them to, exactly the way you want them to do it. Каждый человек, от которого вы ожидаете, чтобы они делали то, что вы конкретно хотите, чтобы они делали, и они не делают то, что вы хотите, чтобы они делали, is not rebellious. Не обязательно этот человек бунтарь. It's the simplest thing for a leader to assume. И, наверное, самое простое, что лидер для себя должен понимать. You're not doing what I want you to. Excuse me. You're not doing what I want you to. Ты не хочешь делать то, что я хочу от тебя. When I want you to do it. Тогда, когда я хочу. How I want you to do it. Так, как я хочу. Потому что я сказал тебе, как это делать. You're rebellious. Ты бунтарь. They might be. Может быть, они и бунтари, кто их знает. Но как ты приобретешь этого бунтаря для себя? Not by beating them. Не через то, что ты ему по башке стучишь. And what example did Jesus himself give us? Какой пример дал нам Иисус Христос? Я сегодня читал в моем ежедневном чтении Библии. Judas Iscariot. Он сказал ему. Friend, друг, go and do what you must do. Помните, да? Иисус ему сказал. Друг, пойди и сделай то, что ты... Вы знаете, да? То, что ты должен делать. Или хочешь, или запланировать. Это невероятно. Удивительно. The length that he goes to. The length that he goes to. Как далеко он зашел. The compassion that he goes to. Представляете, Иисус Христос. Сострадание к тому же Иуде. Иди, делай. The mercy that he extended. Милость, которую он являл Иуде. И, конечно, мы периодически находим себя в таком состоянии. Ну, я же не Иисус. Но нам нужно больше быть похожими на Иисуса. И это также может означать следующее. Может быть, для этих людей нужно поставить, ну, скажем, здоровые границы. Но, знаете, не совсем, наверное, правильно ставить вот эти границы, когда ты публично человека осуждаешь, мягко скажем. Может быть, нужно этого человека отдельно пригласить куда-то на чай. Кто из вас, может быть, слышал однажды вот такое заявление? Make sure there's enough in the bank account before you make a withdrawal. Убедись в том, что у тебя на банковском счету достаточно денег прежде, чем ты начнешь их тратить. Позвольте мне вам объяснить. Этот человек который не хочет делать то, что ты хочешь, чтобы он делал потому что у них нет тех ценностей, которые есть у вас. Сколько вложений ты сделал в жизнь этого человека? Прежде чем ты попытаешься что-то оттуда взять. Isn't this important? Doesn't this make you happy on the inside? Isn't the grace of God beautiful? Божья благодать, она прекрасна. Jesus said Do unto others as you would have them do unto you. Поступайте с другими так, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Isn't this the reality? Huh? Come on! Это реальность, друзья. And so this is so valuable. И это очень ценно и важно. This is our values working themselves out in our expressions. И это наши ценности, которые работают через то, что они выражают себя в нашей жизни. Which is what I'm going to talk about tomorrow afternoon. Это то, о чем я буду говорить завтра после обеда. In my final seminar. В моем заключительном семинаре. And that is our seven expressions. И это будет наши семь выражений. And exactly how they're connected to our values. И то, как они связаны с нашими ценностями. We have seven expressions. У нас есть семь выражений. That we believe. В то, что мы верим. The Lord has gifted us with. Мы верим, что Господь наделил нас этим. That are an expression of healthy culture. Что это наше выражение здоровой культуры. And each one of our values are connected to those expressions. И каждая из ценностей, они соединены с этим выражением. And that's what I'm going to talk about tomorrow. Это то, о чем я буду говорить завтра. But before we take a break. Но прежде чем мы сделаем перерыв. Let's ask the Holy Spirit. Давайте попросим Духа Святого. What are you speaking to me? Дух Святой, что ты говоришь мне? Дух Святой, что ты говоришь мне? Дух Святой, что ты говоришь мне? Что ты живой, дышащий и говорящий Бог. And we thank you, Lord, that you speak to us. Спасибо тебе, Господь, что ты говоришь нам. Lord, sometimes you give us direct thoughts. Иногда ты даешь нам конкретные мысли. Sometimes you just come with the affirmation of peace. Иногда ты приходишь и даешь подтверждение через мир. Sometimes it's later on in our quiet place that you speak to us. Иногда ты говоришь нам в нашей тайной комнате в тихое время. But, Lord, we thank you right now that you do reveal to us in ways that we understand what it is you're speaking or revealing to us. Неважно, говоришь ли ты нам или просто открываешь. And we ask you to expand our ability. И мы просим тебя, чтобы ты расширил наши возможности to hear, to listen, to listen, to understand. And we thank you for it. Мы благодарим тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь.